Слушаю, Маргарита. Слышите? Да. Слышно, хорошо? Ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас опять лето начинается, и, в общем, родители очень сильно настаивают, чтобы я с детьми переехала к ним туда, в станицу, вот. А я вот прям, мне не по сердцу туда ехать, потому что мы сколько приезжаем в гости, и очень как-то... Два дня вот всё хорошо, а потом я становлюсь как бы в один ряд с детьми, дети перестают меня слушаться, то есть вообще вот прям такая наглость уже идёт. Даже элементарно вот мы за стол садимся, среда, я напоминаю, что постный день ребёнок сидит, ест котлетку с борщом и смотрит на меня, ну, типа, ты тут уже не главная, поэтому мы вот слушаемся дедушку с бабушкой. И так во всём. Я просто переживаю, что я совсем потеряю над детьми авторитет какой-то, и они вообще перестанут слушаться меня и идти к Богу как-то вот так. Можно я никуда не поеду? А я никого не держу, я и власти такой не имею. Я вам говорил об этом, ездить не надо, надо быть там, где есть, беречь каждый грош. Вот я сколько, уже лет, наверное, двадцать, ещё на поезд не садился, кому-то прицепляюсь, заплачу за машину этой, и всё. Так по делу. А дети, о детях я могу говорить много, я начальник детского лагеря, сам основал, его зарегистрировал, и 45 лет. И у меня дети, ну, с 7 месяцев уже были с матерями, а отдельно им делаешь загородку, где они есть. И чтобы дети не слушались, я этого не знаю. Так и я директор-то 45 лет, в среднем 180 человек, и все ходят по струнке. Ну, плохо ему, трудно, он больше не приедет. Ну, каждый год один и тот же приезжает, теперь уже она 18 лет была, а теперь со своими детьми приезжает. Значит, неплохо ей, но дети слушаются. Вот она, приехал я тут, говорит, не слушается, Ося? Не слушается, а он на печи сидит. А я маме говорю, она ему баба, а мне-то она мама, Мария Егоровна. Я говорю, ну-ка, скажи, зови его, он сидит, даже не шевелится. А на стене, брат купил где-то или взял, ремни висят. Так, ну-ка, давай слазь. О, никаких, я его оттуда стащил, прогладил один раз его. Лезь на пище. Ну-ка, баба, по новой говори ему. Ося, иди сюда. Он со всех ног плеет, я теперь обними ее, поцелуй. Все кончилось, такой парень вырос. Чего же вы так вожжи-то распустили? Так не годится. Представьте себе, с родителями они сразу, мы договор заключаем, они подписывают, в воспитание ребенка не вмешиваются. Иначе им тоже будет жарко. Мы расстанемся с ними. А один сразу, мать-то, скорбил. Ударили в колокол, собрали все. Собирайте вещи. Мать не может справиться. А я еще буду говорить. Нет, мать говорит, делайте как надо. Пошли только. А когда наказывают отдельно, никто не видит. Все как шелка выходит. Никуда ехать не надо было, а то я его начал уже выталкивать. Есть такие люди, которые не поддаются, но они не туда попали. Не жалей. Что ты у бабы находишься у своей, ты их командуешь ими. Приучи их к этому. Никогда за уши там, за волосы не дергай. Возьми какой-то прутьик, положи и скажи, вот скажи, баба, баба, приучи, чтобы они бабу слушались. Баба зовет куда-то или что-то. Как же так? Всему учатся. И как шить? Все. Замужно. Зачем вы ходите, если не думаете воспитывать? Вы их не воспитываете, они для неба уже негодные. Вы в рай не попадете из-за них, если они погибнут. Вы серьезно посмотрите на это? Вот сколько мне детей дают, родители все расписываются согласно на физическое наказание. Материца, значит, крапиву положу ему надо провести. Если он заругался где-то, я его взверну как следует. А как по-другому-то? Наказывай детей, а не возмущайся, крик им его, чтобы в последнюю утешаться. Вот у нас в Кистино-Православии книга, и там написано о семье. Там выписки из святых отцов, Библия. У нас в семье было 10 детей, и чтобы они слушались, отец и мать вместе полкласса не кончили. А чтобы дети не слушались, мы даже этого не понимали. Да никто не поверит в это. Утром глаза не разлипаются, а вечером ложишься, это поздно. Играли мы между собой 10 детей. Отец инвалид, войны, без руки. Да кто же нас кормить будет? И мы уже с 5 лет на поле, отцу помогаем, в огороде полем, все делаем. А эти ничего нету. Образ жизни-то... И поэтому не могут найти работу, не могут, с работы увольняются. У меня в трудовой были печати. Так я не уволен, уволен властью. А сам, чтобы ушел, никогда не уходил. Как бы трудно не было, да я знаю, на следующий еще хуже, я здесь должен показать себя, что я работник, каких нету у них. У меня выработка, чистая работа, и 280-300% выработки. Они за меня двумя руками, бригадиры, держались. А власть указывает, сметите его, уберите. Ну, КГБ называлось. Это Комитет госбезопасности. Я расшифровал комарилья гнусных безбожников, КГБ. Вот так, миленькая. Никуда с детьми скажи, чтобы они бабу любили, деду любили, там кто есть, и мать слушались с отцом. И отца привечай, а не так, чтобы он пришел, отлежался, ушел. А мы не живем сейчас вместе. Ну, все на этом. А то лекция моя длинная будет. Но я имею право говорить, потому что я с чужими детьми, это не мой ребенок. А они меня сегодня выросли, вот сегодня ночью выставили ролик. Посмотрите, какой называется. Благодарение, чистая благодарность от старообрядца. Он у меня был 5 лет, 5-летний, 2. А у них отец умер. А теперь пришел он, 25 лет ему. И не где-то, а в академгородке работает. Работает. Закончил там физик, математик. И вот ценят все. И он пришел отблагодарить, что у меня в лагере был. У меня, говорит, вера от того, что... Большая часть того, что в лагере было. Вот как. Да притом старообрядцы. Вот сегодня ролик выставили. Посмотри на нашем канале. Ночью выставили. Представь себе, 25 лет. Такой уже знатный парень. В таком возрасте он пришел лбом до земли. Благодарю, что вот я у вас был. И как были, припоминают. Но их не приходилось наказывать. Они послушные. Чего же я буду их трогать? Ну, все на этом. Отошел? Благодарю. Аллилуйя. Не опускай руки. Начинай трудиться. Главное позади. Ты родила. Теперь до неба доведи его. Не смотри ни на кого. Бог тебя благословит. Бог помощь тебе, сестра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.